Данные средства, еще раз повторяю, будут нам предоставлены безвозмездным межбюджетным кредитом до конца 2012 года. И это позволит в Новосибирской области отчитаться по данной программе, то есть положительно. То есть сейчас по нашей сумме стоит вопрос по общей сумме, то что выделено на всю область. Поэтому здесь нельзя ставить под сомнение общий бюджет. Поэтому мы предлагаем все-таки поддержать. Я предлагаю, давайте предоставим слово Денису Лариньевичу, он даст пояснение. Если позволите, могу даже начать с небольшой истории. Действительно, в 2010 году была выездная проверка Генерального фонда содействия реформированию ЖКХ, которая же фиксировала следующий факт. В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2009 года эта программа была сформулирована в том числе и для Бердска. Были определены количество квадратных метров, которые должны быть приобретены в рамках этой программы, цена и сумма. Это еще, по-моему, предреждая администрация была. В результате вы сработали несколько эффективнее, чем были планы, а именно вы купили квадратные метры дешевле. И, соответственно, сэкономили 14,7 миллиона рублей в федеральных средствах. Но, к сожалению, вы не согласовали дальнейшее свое решение, а именно то, что на эти сэкономленные средства вы купили дополнительные площади, куда дополнительно, по моей информации, переселили дополнительное количество граждан из аварийного жилищного фонда. Искоря из этого фонд зафиксировал это нарушение. И сейчас требует, при этом это зафиксировано документами, как со стороны фонда, так и со стороны правительства Новосибирской области, так и со стороны вашей администрации, возврата этих средств. Но, с учетом того, что дело благое было сделано, мы приняли решение, что эти деньги возвращаются и автоматически в течение 2012 года дополнительно предоставляются Бердску на увеличение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году. Вот сутевая часть позиции, сутевая часть проблемы. Таким образом, по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, кроме 5 миллионов, чуть меньше, которые вам уже зафиксированы, будет плюсом как раз те 14,7 миллиона рублей. Так, вопросы будут, пожалуйста. Значит, у нас вы предлагаете нам 14,6 миллиона по этой программе, по 185-му, либо какой-то другой закон. В этом речи. Но мы же на сегодняшний день берем межбюджетный кредит, который нам в конце года придется отдать. То есть, получается, вы федеральные деньги нам по программе предоставляете, а мы за счет собственных средств, за счет дополнительных каких-то источников рассчитываемся с вами по межбюджетному кредиту. Правильно? То есть, о дополнительных деньгах речь-то не идет. А я бы немножко по-другому тогда поставил вопрос. Минута, муну. Секундочку. Я бы немножко по-другому тогда поставил вопрос. Вообще, по факту проверки и по факту заключения фиксации документов, вы должны вернуть, к сожалению, эти 14,6 миллиона рублей просто из своего бюджета. Правительство Новосибирской области готово помочь и предоставить временный источник под этот возврат. И, кроме того, правительство готово эти 14,7 миллиона рублей вам же и вернуть на увеличение дополнительной, на дополнительное увеличение программы по аварийному переселению. Какие еще вопросы будут? У меня нет. Им хотелось, чтобы еще раз мы... Это не очень часто мы видим министра на наших сессиях. Вы согласны? И чтобы все-таки немного посмотрели на город Берск, финансирование по дальнейшим программам, хотя бы по этим внутренним... Я же привела не даром пример. Вот вы для сравнения посмотрите, сколько отдавали городу Берску финансирование, и сколько, допустим, этому же Искитиму или другим этим. Понимаете? То есть у нас второй город по значимости города Берск. Понятно. Понятно. Вы, конечно, сможете что-то ответить на ПП. Но я, если честно, вопрос как бы я не услышал, я услышал пожелания. И, исходя из этого, Министерство строительства и ЖКХ, включая методику распределения средств и по благоустройству, и по другим целевым программам, оно же не закрыто. Вы общаетесь, вы сможете проверить и можете проанализировать. Поэтому здесь, ну, милости просим, пожалуйста. Спасибо. Что если я находил предприятие, я послал своего замка купить какой-то там товар, и дал ему, условно говоря, миллион, а тот сэкономил и купил 700 тысяч, тот же самый товар, а потом говорит, а эти 300 тысяч мои, я их себе в карман кладу. Вот как появился я без кого-то. Николепно. Секундочку, именно так. Значит, просто экзамен потратил на свои нужды. На всякий случай сразу расскажу. Значит, у нас заметили по строительству господин Чудбей, который курил эту программу здесь, по-прежнему, за депутат Железняк, которая выступала, как говорилось, что там Терепа, Ковальский, Бонтуркейс, начальник бюджета комитета, Русаков, они все из того созыва. И я не смею, чтобы кто-то выступал и говорил, что давайте незаконные вот это вот прекратим, чтобы Терепа, не дай бог, эти деньги не потратили. Нет, все молчали. А сейчас что получилось? А сейчас получается так. Ну, натурально, то есть, все в соответствии с политическими раскладами. Как Ленин в свое время, не будем отдавать долги царского правительства. Вот, вот, мы с тобой будем сказать правильно. То есть, Терепу, сколько царского правительства, долги отдавать без коммунистей не хотят. Но потом скажу, что не надо выступать от имени всех гречан. Вот не надо, вы бы лучше за себя выопили, как вы в прошлом созыве именно вот эту ошибку, тогда были согласны. Гречане попустили не в том, что я могу пригласить. Какие гарантии, чтобы вы не подвернулся по той схеме, которую вы нам предложили? Я, наверное, не имею в виду. С улицы пришел, да? Я уже в должности, и я на официальном мероприятии. И то, что я говорю вам под микрофон, это значит, я понимаю, я этому следую, и значит, так оно и будет. Иначе вы тогда за кого, прошу прощения, меня принимаете? Я пришел, и по-честному вам, не скрывая, не утаивая, не юля, раз, два, три, сказал. Вот, я буду действовать вот так. У меня предложение вот такое. Я надеюсь, что у вас не должно быть все-таки сомнений в том, что так оно и будет. Тем более, тем более, на уровне специалистов механизмы эти тоже уже обсуждены между министерством и администрацией Бердска. По алгоритму все достаточно понятно. Если мы сейчас будем требовать друг от друга расписки, там, или еще какие-то документы, ну, наверное, как бы это не совсем правильно отражает наши компетенции и, собственно, те человеческие качества, которые каждый из нас вообще-то из себя представляет. Уважаемые депутаты, я действительно, к сожалению, должен уже выезжать. Если позволите, я еще несколько слов скажу. Моя личная позиция. Действительно, сущность проблемы, она не фатальная для Бердска, потому что наверняка из благих побуждений вот было сработано достаточно эффективно, но без надлежащего оформления, без надлежащего согласования эти средства были направлены на реализацию этой программы дополнительно. И отсюда вот такое лояльное и достаточно, я считаю, внятное предложение-позиция со стороны правительства Новосибирской области. И, безусловно, я призываю вас принять решение о все-таки возврате, в том числе и потому, что в некоторой степени, в определенной степени от вашего решения может зависеть в целом взаимодействие между Новосибирской областью и фондом содействия реформирования и ЖКК. Понятно, что безвыходных ситуаций не бывает, и это не безвыходная ситуация, но я думаю, что мы должны как раз здесь консолидироваться, потому что у нас в 2012 году достаточно большие амбициозные задачи по взаимодействию с фондом. Я считаю, как я и сказал, вот тот транш, те средства, которые вот сейчас мы имеем, это только начало, как и было оглашено, работа фонда продолжена по 2015 год. И мы ожидаем, что в первом квартале, может быть, в апреле будут дополнительные средства, на которые мы также будем претендовать. Но для этого наши отчеты должны быть идеальны. Спасибо. Я тоже считаю, что давайте соберем себя в столице и решим, да, вам можно, если мы не собрали. Так сегодня надо собрать, конечно, давайте с новички нет, а сейчас на церкви. Если мы сейчас за фоне берем, мы за несколько месяцев, мы рассчитываем, что все выделяем, у себя, а потом, товарищи, давайте мы сейчас надо убрать, 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 собрать, так и хорошо.